Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 июля и уже стали поступать вопросы о сборе семян, то есть как собирать семена, какие можно, с каких кистей. Я сейчас расскажу, как это делаю я, потому что, да, мы вот с приходом интернета, нам стало намного легче, можно найти нужную информацию, но этот же интернет иногда нас и запутывает, потому что информация настолько разная, не знаешь, чему верить, на одном сайте написано одно, на другом другое. Я читала всякие высказывания, кто-то говорит, что нужно собирать семена, а вернее, можно собирать семена только с первой кисти. И вроде как объясняется, что потом вторые и третьи, они будут переопыленные, там не будет чистоты сорта, но насколько я знаю, у нас томаты самые опыляющиеся, и даже если в теплице несколько сортов рядом растёт, они не, ну как, перекрёстного опыления нет, они не теряют своих материнских качеств, и на следующий год с этих семян опять получается, например, или петруша, вот в данном случае, или любимый праздник. Чтобы семена, чтобы томаты переопылились, и семена получились нечистые, сортовые, это нужно ходить специально с кисточкой, с цветочка на цветочек, так, как делают гибриды, как и селекционеры работают, тот, кто выводит новые сорта. Поэтому я не знаю, как могут переопылиться томаты. Вот у меня, например, бычье сердце ещё, уже, наверное, более 10 лет, с одних семян, из года в год, это всё бычье сердце и бычье сердце, и ни в какой другой томат оно не превращается, хотя растёт рядом с другими. Вот я начала, что некоторые пишут, что только с первой кисти, некоторые, наоборот, пишут, только вторая и третья кисть идёт на семена, некоторые пишут, что только с бурых надо собирать, что переспелые не идут, там пророщенные семена, некоторые пишут, что только со спелых. Такая масса противоречивых различных высказываний, я не знаю, я просто сейчас расскажу, как делаю я, никакого научного обоснования под свои слова я не буду подводить, только на основании своего опыта, всё. Я считаю, что самое главное при выборе томата для семян, это то, что он должен соответствовать сортовым характеристикам. То есть, если вот петруша, описан, что он розовый, продолговатой формы, такой-то вот вес, например, от 150 до 300 грамм, если вы хотите взять семена и на будущий год свои семена посеять с петруши, то, конечно, берите тот плод, в котором вы уверены, что это петруша, и который повторяет вот именно ярко выраженные у него сортовые характеристики. Он не круглый, не красный, а именно розовый и вытянутый. Я не отличаю, первая это кисть, вторая или третья. Главное, что томат должен быть такой крупненький, он должен быть не зеленоватым. Сейчас я покажу, в какой стадии не беру. Вот такие вот зеленоватые я уже не беру на семена. Я стараюсь, чтобы он на кустике дозрел. Естественно, никогда, у меня даже мысли не приходят брать семена вот с таких, никогда не беру семена ни с уродливых, которые изменились как формы, не повторяют материнских качеств своих родителей, никогда не беру вот с таких с мелочи. Ясно, что семена нужно брать с отборных томатов. Если вот он томат, он значит должен быть настоящий, хороший томат. Вот, любимый праздник, он в вытянутой форме, розовый, вот ярко выраженный у него, все его характеристики. И не важно, на второй он кисти висел, или на первой, или даже на третьей. Если томаты хорошие, отборные, бывают и первая кисть хорошие томаты, и вторая, и третья. Главное, я вот до такой степени жду, чтобы они поспели, чтобы они были именно такие спелые, которые можно употреблять в еду. Вот такой зеленый томат никому не придет в голову кушать. И мне кажется, что семена в таком томате, они еще не дозрелые. И они могут быть невсхожими. Вот это мое объяснение, это мое личное мнение, основанное только на личном опыте. Я беру на семена любые томаты, с любой кисти, и с первой, и со второй, и с третьей. Главное, чтобы томат был крупный, красивый, вес соответствовал, и описание соответствовало тому, которое должно быть в его сорте. Конечно, беру только со здоровых растений, я уже показывала вот в теплице, что кусты не должны быть заражены фитофторой, иначе отделаться от этой фитофторы на следующий год будет очень сложно. Даже иногда при протравливании в семенах она не убивается. Только здоровые растения, только вот такие красивые отборные томаты. Вот эту мелочевку мы в расчет не берем. Вот сегодня я собрала очередной свой урожай. Сейчас вот с ярких представителей соберу семена, а остальные, ну, просто будут идти в еду. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. С каких томатов я собираю семена? Из каких томатов получаются самые лучшие семена? Вот самые лучшие, самые здоровые семена получаются с красивых спелых томатов, которые выросли на здоровых кустах. Все.